Александр Пушкин Амур и Гимене Сегодня, добрые мужья, повеселю вас с новой сказкой. Знавали ли вы, мои друзья, слепого мальчика с повязкой? — Слепого? — Вот, помилуй, Феб. Амур совсем, друзья, не слеп. Но шалону пришла шахота, чтоб людям на смех и на зло его безумие вело. Безумие ведет рота, но вдруг, не знаю почему, оно наскучило ему. Взялся за новую затею, повязку с милых сняв отчей, идет проказник Гименею. А что такое Гименей? Он сын вулкана, молчаливый, холодный, дряхлый и ленивый, ворчит и дремлет целый век. А, впрочем, добрый человек, да нрав имеет он ревнивый, от ревности печальный бог, спокойно подремать не мог. Все трусил маленького брата, за ним подсматривал тайком и караулил супостата своим докучным фонарем. Вот мальчик мой к нему подходит и речь коварную заводит. Развеселись, Агименей, ну, помиримся, будь угней. Забудь, товарищ мой любезный, раздор смешной и бесполезный, да только навсегда смотри. Возьми ж повязку в память, милый, а мне фонарь свой подари. И что ж, поверил бог унылый, амур от радости прыгнул, и на глаза со всей он силы обнова брату затянул. Гимена скучные дозоры с тех пор пресеклись по ночам. Его забистливые взоры теперь не страшны красотам. Спокоен он, но брат коварный, шутя над честью и над ним, войну ведет неблагодарный своим союзникам слепым. Лишь сон на смертных налетает, амур в молчании ночном фонарь любовнику вручает и сам, счастлив, сопровожает к уснувшему супругу в дом. Сам от беспечного Гимена он охраняет тайну дверь. Пойми меня, мой друг Ерена, и мудрой повести поверь. Александр Пушкин Жених Три дня купеческая дочь Наташа пропадала. Она на двор на третью ночь без памяти вбежала. С вопросами отец и мать к Наташе стали приступать. Наташа их не слышит, дрожит и еле дышит. То жила мать, то жил отец, и долго приступали, и отступились, наконец, от тайны не узнали. Наташа стала, как была, опять румяна, весела, опять пошла с сестрами сидеть за воротами. Раз у тесовых у ворот с подружками своими сидела девица, и вот промчалась перед ними лихая тройка с молодцом, конями, крытыми ковром, в санях он стоя правит и гонит всех и давит. Он, поравнявшись, поглядел, Наташа поглядела, он вихрем мимо пролетел, Наташа помертвела. Стремглав домой, она бежит, он, он узнала, говорит. Он, точно он, держите, друзья мои, спасите. Печально слушает семья, качая головою. Отец ей, милая моя, откройся предо мною. Обидел, кто тебя скажи, хоть только след нам укажи. Наташа плачет снова, и более ни слова. Наутро сваха к ним на двор, нежданная приходит. Наташу хвалит, разговор с отцом ее заводит. У вас товар у нас купец, собою парень молодец, и статный, и проворный, и невздорный, и незазорный. Богат, умен, ни перед кем, не кланяется в пояс. А как боярин между тем живет, не беспокоясь, а подарит невесте вдруг и лисе шубы, и жемчуг, и перстни золотые, и платья парчевые. Катаясь, видел он вчера ее за воротами, не по рукам ли, да с двора, да в церковь с образами. Она сидит за пирогом, да речь ведет обиняком, а бедная невеста себе не видит места. Согласен, говорит отец, ступай благополучно, моя Наташа под венец, одной в светелке скучно. Не век девицей вековать, не все касатки распивать, пора гнездо устроить, чтоб детушек покоить. Наташа к стенке уперлась из слова, мол, ведь хочет. Вдруг зарыдала, затряслась и плачет, и хохочет. В смятении сваха к ней бежит, водой студеную поит и льет остаток чаши на голову Наташи. Кружится, охая цебья, опомнилась Наташа и говорит, послушная, святая воля ваша. Зовите жениха на пир, пеките хлебы на весь мир, на славу мед варите, да суд на пир зовите. Изволь, Наташа, ангел мой, готов тебе в забаву, я жизнь отдать и пир горой. Пекут, варят на славу, вот гости честные нашли, за стол невесту повели, поют подружки, плачут, а вот и сани скачут. Вот и жених, и все за стол, звенят, гремят стаканы, за здравный ковш кругом пошел, все шумно, гости пьяны. Жених. А что же, милые друзья, невеста красная моя, не пьет, не ест, не служит, о чем невеста тужит? Невеста жениху в ответ, откроюсь на удачу, душе моей покоя нет, и день и ночь я плачу, недобрый сон меня крушит. Отец ей, что ж твой сон гласит, скажи нам, что такое, дитя мое родное? Мне снилось, говорит она. Зашла я в лес дремучий, и было поздно, чуть луна светила из-за тучи, с тропинки сбилась я в глуши, не слышно было ни души, и сосны лишь доели, вершинами шумели. И вдруг, как будто наяву, изба передо мною, я к ней стучу, молча отзову, ответа нет, с мольбою дверь отворила я вхожу, в избе свеча горит, гляжу, везде сребро да злато, все светло и богато. А чем же худ, скажи, твой сон, знать жить тебе богато? Невеста, постой, сударь, не кончен он. На серебро, на злато, на сукна, коврики парчу, на новгородскую камчу я молча любовалась и диву дивовалась. Вдруг слышу крик, иконский топ, подъехали к крылечку, я поскорее дверью хлоп и спряталась за печку. Вот слышу много голосов, вошли двенадцать молодцов, и с ними голубица, красавица-дивица. Пошли толпой, не поклонясь, икон не замечая, за стол садятся, не молясь и шапок не снимая. На первом месте брат большой, по праву руку брат меньшой, по леву голубица, красавица-дивица. Крик, хохот, песни, шум и звон, разгульное похмелье. Жених, а чем же худ, скажи, твой сон, вещает он веселье? Невеста, постой, сударь, не кончен он. Идет похмелье, гром и звон, пир весело бушует, лишь девица горюет. Сидит, молчит, не ест, не пьет, и током слезы точит. А старший брат свой нож берет, присвистывая, точит, глядит на девицу красу и вдруг хватает за косу. Злодей девицу губит, ей правую руку рубит. А это, говорит жених, прямая небылица. Но не тужи, твой сон не лих, поверь, душа девица. Она глядит ему в лицо, а это, с чьей руки кольцо, вдруг молвила невеста. И все привстали с места. Кольцо катится, извинит, жених дрожит, бледнее. Смутились гости. Суд гласит, держи, вязать злодея. Злодея кован, облечен и скоро смертью казнен. Прославилась Наташа. И вся тут песня наша. Александр Пушкин. Утопленник. Прибежали в избу дети. В торопях зовут отца. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца. — Врите, врите, бесенята, — заворчал на них отец. — Ох уж эти мне, рубята, будет вам уже мертвец. — В суд наедет, отвечай-ка. С ним я век не разберусь. Делать нечего, хозяйка. Дай-ка втан уж поплетусь. Где ж мертвец? — Вон, тя-тя, э, вот. В самом деле, при реке, где разослан мокрый невод, мертвый виден на песке. Безобразно труп ужасный посинел и весь распух. Гремыкали несчастный погубил свой грешный дух. Рыболов ли взят волнами, али хмельный молодец, али ограбленный ворами недогадливый купец? Мужику какое дело? Озираясь, он спешит. Он потопленное тело в воду за ноги тащит. И от берега крутого оттолкнул его веслом. И мертвец вниз поплыл снова за могилой, за крестом. Долго мертвый меж волнами плыл, качаясь, как живой. Проводив его глазами, наш мужик пошел домой. — Вы, щенки, за мной ступайте. Будет вам по калачу. — Да смотрите ж, не болтайте, а не то по калачу. В ночь погода зашумела, взволновалась река. Уж лучи да догорела в дымной хате мужика. Дети спят, хозяйка дремлет, на палатях муж лежит. Буря воет, вдруг он внемлет. Кто-то там в окно стучит. — Кто там? — Эй, впусти, хозяин. Ну какая там беда, что ты ночью бродишь, Каин. Черт занес тебя сюда. Где возиться мне с тобою? Дома тесно и темно. И ленивую рукою подымает он окно. Из-за туч луна катится. Что же? Голый перед ним. С бороды вода струится. Взор открыт и недвижим. Все в нем страшно, онемело. Опустились руки вниз, и в распухнувшее тело раки черные впились. И мужик окно захлопнул, гостя голову узнав, так и обмер, чтоб ты лопнул, — прошептал он, задрожав. Страшно мысли в нем мешались. Трясься ночь он напролет. И до утра все стучались под окном и у ворот. Есть в народе слух ужасный. Говорят, что каждый год с той поры мужик несчастный в день рочный гостя ждет. Уж с утра погода злится, ночью буря настает, и утопленник стучится под окном и у ворот.